А вы в курсе, что в Сочи ежедневно на линию выходит около 800 автобусов? Это автобусы и большой вместимости, и небольшие маршрутки. Всего в сфере пассажирских перевозок в городе трудится 7 предприятий, плюс одно муниципальное – «Сочи Автотранс». В последний раз масштабная транспортная реформа случилась в Сочи в канун Зимней Олимпиады. Ну а вот что происходит в отрасли сегодня, попытаемся разобраться прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы – директор департамента транспорта и связи администрации города Сочи Юрий Усачев. Юлия Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Ну, на должность директора департамента транспортной сферы вы пришли совсем недавно. До этого вы очень долгий период времени руководили управлением автомобильных дорог городской мэрии. После некоторый период времени являлись заместителем главы Лазаревского района города Сочи. Ну и вот такой интересный послужной список, и теперь снова новая должность – транспортная сфера, сфера общественного транспорта, как мне кажется, непростая отрасль. Почему согласились на эту должность? Чем это связано? Во-первых, безусловно, непростая. Во-вторых, здесь стоит отметить, что с 1 января департамент транспорта и связи города Сочи, он будет немножко преобразован в новую структуру и будет называться департамент транспорта и дорожного хозяйства города Сочи. Учитывая мой многолетний опыт, и особенно в городе Сочи в управлении дорог, то я думаю, что это, в принципе, правильное решение, которое принял глава Анатолий Николаевич Пахомов. И здесь нужно отметить, что на самом деле данная структура городская, она просто приведена в соответствие по подведомственности с краевой структурой. У нас там тоже, вы знаете прекрасно, есть Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Ну и также с уровнем федеральным. У нас есть Минтранс, которому подчиняется Росавтодор и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что это вполне логично, потому что наш общественный транспорт ходит, безусловно, по дорогам. Поэтому эти две сферы, они очень взаимосвязаны. А какие проблемы вы для себя в первую очередь обозначили в этой новой для вас должности в сфере общественного транспорта? Если тезисно обозначить несколько основных, какие вы видите сегодня? Вы знаете, на самом деле все, что связано с социальной направленностью, а транспорт общественный, безусловно, да, это как-то социально направленность, проблем много. Вопрос лишь в том, как с ними бороться и какими методами. Я могу сказать, что на самом деле то, что у нас в Сочи сейчас есть, это первое, какая-то культура наших водителей, мы все-таки курортный город, это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, я думаю, как-то позже мы, может быть, более подробно поговорим, это система работы нашего общественного транспорта в плане оплаты нашими пассажирами и гостями, и жителями города Сочи. Я считаю, что это две основных проблемы, на которые стоит обратить. Нашим людям должно быть комфортно ехать в нашем транспорте, в чистом, с кондиционерами и так далее. Ну как строится ваша работа? Вы лично передвигаетесь на общественном транспорте, например, как глава города, выходит на улицу, лично смотрит. Вы лично садитесь или сотрудники вашего управления, как обычные пассажиры, и смотрите на решение проблемы, может быть, изнутри. Не просто, как это на бумаге реализуется, как это на словах, а вот на деле. Что касается сотрудников департамента транспорта и подведомственных ему управлений, например, управления городского транспорта, то они в общественном транспорте проводят, ну, многие из них проводят практически все свое рабочее время. Это по роду их службы. Что касается, езжу ли я пассажирам в автобусах, тоже, конечно, езжу, так же, как и моя семья. Поэтому мне это важно и как человеку в том числе. Еще раз повторюсь, важно, насколько комфортно, насколько удобно построена маршрутная сеть и насколько комфортно ехать в наших автобусах, в нашем городе. Ну, в последний раз такая транспортная реформа случилась у нас в период подготовки к зимним играм. Обновился автопарк, появились вот эти замечательные большие автобусы, большой вместимости с кондиционерами, удобные и для инвалидов-колясочников, и для мам с колясками, которые передвигаются на автобусе. Что сегодня в транспортной сфере? Будет ли это как-то дальше развиваться? Ведь частные перевозчики, их автобусы не такие комфортные. Все-таки кондиционеров нет и места гораздо меньше. Впереди Кубок Конфедерации, Чемпионат мира по футболу. Будут ли они как-то автопарк свой менять? Будете ли вы настаивать на этом? Безусловно. Скажем так, то хорошее, что было заложено в нашем городе благодаря Олимпийским играм зимним, это нужно развивать. В принципе, мы видим, что это и поддерживается, и развивается. Букор многим злым языкам, которые говорили, что там все это как-то умрет потихонечку. Ничего подобного. Что касается транспорта, я бы хотел сказать, что Кубку Конфедерации, который у нас пройдет в июне следующего года, 17-го, определены 6 маршрутов, 4 из которых это маршруты, которые обслуживает наш МУП «Сочи Автотранс». Это как раз-таки те самые автобусы, которые низкопольные, они удобны для инвалидов, мамочек с колясками. Они все оснащены кондиционерами. Помимо этого, они все оснащены системой ГЛОНАС, видеокамерами. То есть это все-таки безопасность. Тоже такой немаловажный момент. Но также будет два маршрута, которые будут использованы при проведении Кубка Конфедерации. Чемпионат мира 2018 года. Это наши частные перевозчики. И, безусловно, уже поставлена задача по переоснащению парка по этим маршрутам. Это для начала, что касается именно этих двух мероприятий, где однозначно они будут оборудованы и кондиционерами, и видеокамерами, то есть в плане безопасности. И, конечно же, они будут удобны для наших маломобильных групп и мамочек с колясками. Эти шесть маршрутов, они, безусловно, включают довоз наших зрителей и гостей от таких, как бы, ну, самых крупных городских транспортно-пересадочных узлов, таких как ЖД вокзал города Сочи, ТПУ Мацеста, ЖД Адлер Аэропорт до стадиона Фишта. Ну, Кубок Конфедерации закончится, Чемпионат мира тоже. Как дальше будем мотивировать частных перевозчиков менять свой автопарк? В принципе, это решение уже принято протокольно, скажем так. Совсем недавно было совещание под руководством Чермита Мугдина Мадиновича, где поставлена четкая задача мне, как руководителю и всему департаменту транспорта. Уже проведены, как бы, определенные разговоры с нашими перевозчиками частными о том, что, безусловно, наш город развивается, он с каждым днем становится все лучше, и в транспортной сфере, конечно, тут надо будет менять что-то. Например, ближайшее, что, я думаю, у нас произойдет, это у нас в городе будет единая форма у водителей, неважно, это муниципальное предприятие с большими автобусами или это маленькие автобусы наших частных перевозчиков. Я думаю, что для наших гостей и жителей абсолютно это без разницы. Поэтому наши водители, они должны быть всегда опрятно одеты, будет единая форма, они должны быть всегда одинаково вежливы, и эта работа, я думаю, будет сейчас вестись более активно, чем это было раньше. О водителях мы поговорим еще чуть позже, а пока о формировании маршрутной сети. Очень интересно, могут ли сочинцы влиять на то, откуда и куда, скажем, должен ехать автобус, вносить какие-то свои коррективы и каким образом? Это могут быть обращения, звонки, заявления, собрать подписи. Вот какова схема сегодня, если она есть? Безусловно, могут. Я думаю, что масса путей, их почти все перечислены, скажем так, более эффективный путь. Это, конечно, наверное, все-таки заявление или обращение в департамент транспорта и городского хозяйства города Сочи. То есть к нам обязательно по этим обращениям идет персональная работа нашего сотрудника с тем, кто заявил и написал этот документ. Но здесь бы хотелось обратить внимание на две вещи. Здесь нашим уважаемым сочинцам нужно понимать, что любой маршрут, он строится при определенных условиях. Во-первых, нужно не забывать, что и наш МУП, и другие транспортные предприятия не могут работать себе в убыток. Поэтому должна быть определенная загруженность данного маршрута. Это первое. Второе, на что хотелось бы тоже обратить внимание наших жителей, в первую очередь, то, что мы живем, конечно, в прекрасном городе, комфортном во всех смыслах, но, тем не менее, нужно учитывать специфику нашего города. Он все-таки у нас находится в гористой местности. И поэтому вопросы безопасности, требования к дорожному состоянию, они важны. И не все, к сожалению, дороги города Сочи позволяют, чтобы по ним проехал хороший автобус большой вместимости. То есть не везде ширина дороги это позволяет. Или, может быть, углы поворотов не позволяют. Поэтому, к сожалению, не везде это возможно. А кто и как контролирует, сколько автобусов выходит на маршрут? Вот у меня есть несколько примеров. Конечно, много очень наших зрителей обращаются в адрес нашей программы, в нашу редакцию. Вот несколько примеров приведу. Допустим, автобусы номер 94, который идет в район Фабрициуса. Номер 14, который идет на Соболевку. Или 92-й, который идет на Лысую гору. Вот некоторые жалобы жителей. Микрорайоны растут, людей очень много, маршрутки ездят маленькие. Интервал движения очень длинный. Как вот рассчитывается этот интервал движения между автобусами? Кто просчитывает, какие автобусы и сколько должны выходить на линию? Начнем с того, что, наверное, вы правильно сказали, что это наши частные перевозчики. Потому что это небольшие Hyundai, которых у нас много очень в городе. Это первое. Второе. На каждом маршруте как бы определено то количество, которое должно выходить в соответствии с расписанием. Эти вещи, безусловно, контролируются в том числе и вот нашим МКУ, управлением городского транспорта. И, соответственно, здесь нужно просто понимать, если это претензия в том, что есть расписание, которое висит на остановке, и автобус не пришел согласно этого расписания, это первое. Ну, как бы, один вариант. Если же автобус ходит по расписанию, но хотелось бы чаще, это другой вопрос. Но в этом вопросе, здесь еще раз повторюсь, надо исходить просто из наполняемости этих автобусов. Например, в час пик, конечно, их больше. Это нормально, чтобы наши жители могли более, скажем так, комфортно доехать домой или, наоборот, утром на работу. Это первое. Второе. Что касается каких-то нарушений, если они есть, это, собственно, есть результат какого-то контроля. Это касается и как работы с водителями, так и каких-то таких вещей. У нас еженедельно, каждый четверг, проходит комиссия, где вот эти вещи рассматриваются, соответственно, выносят какие-то наказания по этому поводу. Поэтому эта работа ведется. А что касается времени работы автобусов, опять же, что пишут нам наши сочинцы, пример, да, один. С Барановки в 6 утра на общественном транспорте уехать невозможно. Приходится больше 20 минут идти пешком до КСМ, чтобы сесть на автобус и добраться до работы. То есть, как я понимаю, это опять же касается частных перевозчиков. Вопрос касается расписания. Дело не в том, частный перевозчик или нет. Здесь не стоит ставить вопрос так, что плохи или хороши частные перевозчики или наш, как бы, муниципальный транспорт. Я думаю, что здесь задача просто как отрасли и департамента, в частности, задача наладить эту работу, чтобы она была удобна и правильно, и хорошо выполнялась, качественно, всего-навсего. Что касается вот того примера, который вы привели, ну, я вам такой же вопрос задам. А там по расписанию автобус должен был быть, и он не пришел? Или просто жители хотят, чтобы как-то изменилось расписание на данном маршруте? Ну, видимо, да, жители наверняка хотят ездить. Поэтому это разные вопросы, чтобы на него ответить, нужно понимать, в чем проблема. Данному жителю, пожалуйста, конечно, можно обратиться к нам, поверьте, любое обращение не остается без ответа. Ну да, водитель это все-таки главная фигура транспортной сферы. Как вот, вам кажется, за последнее время изменился облик сочинского водителя? Потому что все-таки остаются по-прежнему факторы и курения в общественном транспорте, и единую форму некоторые не соблюдают, и с вежливостью не все в порядке. Понятно, что народу передвигается на автобусах очень много, здесь человеческий фактор, и пассажиры бывают разные. Но все-таки, как работаете с водителем по повышению качества сервиса? Ну, что касается водителей, вот на примере даже нашего города, я бы сказал, что это лицо транспортной области, отрасли, и, соответственно, нашим водителям нужно это понимать. И просто для понимания, у нас около 800 автобусов ежедневно выходят на маршрут, соответственно, порядка 800 водителей работают в нашем городе. И, конечно, вы правы, к сожалению, далеко не все соответствуют тому гордому названию своему, да, то есть водитель общественного транспорта города Сочи, нашего курортного города, самого лучшего. И поэтому, да, такие факты есть. Что касается, что мы делаем в этом направлении, я уже говорил, повторюсь, может быть, что у нас каждую неделю проходит комиссия дисциплинарная, где обязательно по каждому факту, который выявляется, как нашими сотрудниками, так и может любой желающий позвонить. Ведь в каждом автобусе есть телефон. И любой желающий может позвонить по этому телефону и высказать претензию, назвать маршрут, назвать время, когда ехали в этом маршруте, если водитель курил или там еще какая-то возникла ситуация. Поверьте, ни один такой момент не остается без внимания. А много таких звонков раздается у вас или сообщений каких-то? Скажу, немало. Но вот мне кажется, что, наверное, правильным было бы в первую очередь, ну, как-то вот эту культуру повысить. И сейчас для меня, например, это приоритетная задача, потому что, еще раз повторюсь, все-таки мы работаем в первую очередь для людей. Если наши гости и жители, в первую очередь, будут довольны не только новым, красивым, чистым автобусом, но и тем, как в этом автобусе его обслужили, как выглядит водитель, курит он или не курит, это вообще не оговаривается. Безусловно, от этого будет зависеть какое-то отношение, в том числе и к работе администрации со стороны наших жителей. Поэтому я считаю, это приоритетная работа нашего водителя. Да, я с вами соглашусь, потому что многие туристы, даже по состоянию общественного транспорта, судят вообще о Сочи, как о городе-курорте в целом. Да, потому что передвигаются очень часто. Ну и что касается профессионализма сочинских водителей, его они смогли продемонстрировать на первенстве Краснодарского края по автомногоборию среди водителей рейсовых автобусов. Такой турнир прошел в Сочи впервые и принимал его Сочи Автодром. У нас есть репортаж, сюжет Татьяны Говорковой. На Сочи Автодроме собрались водители из 17 муниципальных образований Краснодарского края. Это опытные шоферы, за плечами которых большой стаж. Вот только сейчас вместо привычного рабочего автобуса им предстоит сесть в кресло абсолютно новой машины. Есть автобусы, у которых коробка передач автомат, есть коробка передач, которая механика. Соответственно, для того, чтобы всем предоставить равные возможности в этом отношении, во-первых, будет две категории. Категории малый класс. Это автобусы класса Hyundai, Gazelle, те, которые работают и представлены во многих муниципалитетах. Это, соответственно, один класс, по которому будет квалификация проходить. Ну и, соответственно, будет добран лучший водитель в этой квалификации. И второй автобусы среднего класса, это те, которые работают на базах 206, на базах. Это тоже большая часть, скажем, коллектива краевого, который работает на этих автобусах, ну, уже у себя в муниципалитетах. Константин Ткаличев работает водителем рейсового автобуса уже 8 лет, но впервые сел за автомат. Тем не менее, этот факт его, как представителя династии водителей, абсолютно не пугает. Ничего сложного, просто, как сказать, это дано или не дано. У меня отец работал на автобусе, оттуда пошло все. Это, как сказать, семейная у нас традиция уже на автобусах работы. Ну, поэтому, ну, а победить сюда, каждый солдат готов стать генералом, так же и мы, на первое место всегда готовы. Задор на победу был у всех участников. Соревнования начались с показательного проезда по Королевской гоночной трассе, но не всем удалось погонять по знаменитым поворотам. Кому-то пришлось побывать в роли пассажира и смотреть на мелькающие за окном олимпийские достопримечательности. А вот Владимиру Расторгуеву из Новороссийска повезло. Трассу оценил по достоинству. Шикарная трасса. Если все такие дороги были у нас в крае, вообще было прекрасно. Азарт, конкуренция, конечно. Ну, в принципе, мы друг друга знаем все и знаем, кто что у нас пособил. Прежде чем показывать свои возможности, водители прошли медкомиссию и тесты на знание правил дорожного движения. После этого этапа из 60 участников конкурсу были допущены только 44. Первый конкурс – скоростное маневрирование и комфортная езда. Ни для кого не новость, что иногда водители рейсовых автобусов любят поцеревноваться друг с другом на городских дорогах. И по понятным причинам пассажирам такой драйв не по вкусу. Здесь же на трассе Сочи автодрома водители могут проявить мастерство своей филигранной езды и побороться за звание лучшего в Краснодарском крае. Ну, а пассажирам остается только наблюдать за этим великолепным зрелищем. Болельщики наблюдали за соревнованиями с главной трибуны, вход на которую был свободный. А водители выполняли конкурсные упражнения на разных видах общественного транспорта быстро, но четко. Каждая упавшая фишка – штрафной бал. И если со змейкой и заездом в бокс многие справлялись, то вот со вторым испытанием пришлось посложнее. В салоне находился контейнер с отмеченным уровнем воды. Задача, чтобы ее выплеснулось как можно меньше. Именно такие задания покажут мастерство водителя. От мастерства водителя зависит безопасность, качество услуг. Поэтому здесь все это в комплексе рассматривается. Чтобы наши люди, те, кто пользуются общественным транспортом, понимали и осознавали то, что их поездки будут безопасными. Оценивали конкурсы профессионалы и сотрудники Сочи автодрома. Лучший результат, по их мнению, в малом классе показал сочинец Андрей Муселимян. А в среднем классе лидировал Станислав Радченко из Новороссийска. Победителям достались ценные призы и кубок, которые вновь разыграют в следующем году. А зрители смогли также увидеть показательные выступления спецроты ГИБДД и стандрайдеров. Еще один вопрос. Вы уже затронули тему безналичной оплаты в общественном транспорте. Когда все-таки мы сможем оплачивать либо транспортные карты, либо обычные карты в автобусе? И как внедрение оплаты безналичной повлияет на какой экономический эффект мы будем иметь от внедрения этой системы? Я могу сказать, что однозначно у нас в ближайшее время уже появятся первые маршруты, где будет уже эта система внедрена. Потому что такая задача стоит под тем шести маршрутам, которые у нас как раз таки будут обслуживать наши мероприятия, связанные с Кубком конфедерации и Чемпионатом мира 2018 года. Но я думаю, что было бы правильно и так и будет, чтобы система безналичной оплаты была у нас абсолютно во всей сети нашего общественного транспорта. Что касается, как это повлияет и какой даст экономический эффект, однозначно положительный. И самое главное, что этот положительный экономический эффект позволит как нашим перевозчикам, частным, так и нашему МУПу, безусловно, улучшать и качество подвижного состава, и, собственно, качество работы, может быть, и уровень наших водителей и так далее. Поэтому это будет в ближайшее время, я думаю, что где-то до июня месяца у нас появятся первые маршруты, где будет это возможно. Ну и я позволю себе сказать, что, может быть, к концу следующего года уже это будет работать во всех остальных маршрутах. Ну что это будет? Либо банковская карта, либо специальная какая-то транспортная карта? Коротко поясню. Во-первых, система безналичной оплаты, в первую очередь, делается для удобства наших пассажиров. И поэтому способов оплаты будет много. То есть можно будет оплатить как карты банковской, купив там одну поездку, можно купить некую карту, там, проездной билет. Может быть, это будет дешевле, скажем, тогда, потому что вы покупаете там на какой-то срок, там, период. Может быть, сейчас рассматриваются варианты оплаты с учетом того, что некоторые едут у нас с пересадками, чтобы это было как-то более удобно. По большому счету, скажу честно, что здесь таких систем, их немного в мире, в России, как бы, их четыре варианта, скажем так, да. И у нас есть города такие, как Москва, где это уже работает, обкатано. И, может быть, и были какие-то, конечно, там, знаете, когда все, ну, что-то появляется новое, ну, кто-то этим не очень доволен. Но по итогу сейчас на примере тех городов, где это уже работает, люди очень довольны, потому что это, в первую очередь, удобно людям. Ну, и в завершении нашей программы давайте подведем итог нашей с вами беседы. Все-таки основные достижения транспортной отрасли и над чем еще нужно работать и каковы перспективы развития. Вот насчет достижений прямо задачи. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что в нашем городе, в городе Сочи, того количества автобусов, которые есть, и того количества маршрутов, которые есть, ну, сложно сравнить с каким-либо другим городом. Хотелось бы лишь просто, ну, как-то пожелать и попросить, может быть, наших жителей, в первую очередь, чтобы они как-то все-таки перемещались больше на общественном транспорте. На самом деле, это более удобно. И мы с вами тоже видим, что многие автобусы у нас ходят неполными, скажем так, и при этом все у нас стараются выехать на своем личном автомобиле, и тем саромом где-то какие-то небольшие, но заторовые ситуации у нас есть. Поэтому то, что у нас есть порядка 300 автобусов, которые ежедневно выходят на маршрут, это автобусы нашего МУПа, это большие, хорошие автобусы, которые оборудованы климатической системой, которые оборудованы системой ГЛОНАСС, видеокамерами для безопасности. Это уже есть, и, конечно, что касается других перевозчиков, которые тоже работают в нашем городе, работают хорошо, и, безусловно, поверьте, я думаю, тоже они понимают, что надо как-то здесь развиваться в направлении улучшения качества, как своих автобусов, так и качества работы. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор Департамента транспорта и связи администрации города Сочи Юрий Усачев. Спасибо. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...